Всем привет! Меня зовут Надя Эггерс, я риэлтор с Century 21 в Кариоте. Сегодня я вам хотела показать такой замечательный небольшой домик, который находится в городе Винтергарден. Этот город расположен на юго-запад от Орландо, рядом с парками Диснея. Сзади вас находится озеро, вы можете наблюдать каждый вечер салюты Диснея, фейерверки. Эта комьюнити называется Waterly. Цена дома 395 тысяч. В доме находятся 4 спальни, 3 ванных, полные ванны и 2165 квадратных фут. Пройдем? Здесь маленькая веранночка, можно вечерами посидеть. Очень хорошая комьюнити. Здесь 2 клопкауса, 2 бассейна с соленой водой, подогреваемые, теннисные корты, волейбольные площадки, даже есть огород, который выделяет. Да, можно купить бокс, коробку и сажать, не знаю, капуста, лук. Я только что мимо проезжала, думаю, что это за садик такой. И там помидоры растут, у каждого, каждый, кто купил там себе бокс, они могут себе вырастить что-то. Дом был построен в 2016 году, это комьюнити Waterly, достаточно новая. Они не старые. Здесь достаточно много строительства идет пока вы, и поэтому дома еще пока по цене хорошие. То есть строится плаза, сейчас уже достраивается, где будет Walmart, магазины, шоппинг-моллы, рестораны. Здесь в двух минутах езды очень большой, новый госпиталь построили. Школы изумительные в Винтергардене, изумительные. Сюда очень много людей переезжают именно из-за школы. Сейчас буквально через дорогу отсюда достраивается еще одна элементарий школа, она будет называться Summer Lake. Школа очень хорошего грейда, очень хорошей школы. Действительно. Десятки, восьмерки? Десятки, все десятки. Хорошо. И элементарий, и Middle Lake High. Всем очень хорошая школа. Винтергарден, да? Винтергарден, да. Это новая эрия. Да, это новая эрия, новые школы и школы очень хорошего рейтинга. Забыла слово. Так, куда проходим сначала? Наверное, может быть, сначала мы пройдем главную часть дома. Окей. Начать с самого главного. Да, самое главное – это кухня. Посмотрите, какой каунтерток большой. А кухня, кабинеты, я так думаю, что это черед лишнего дерьма. Похоже. Гранитной поверхности, бытовая вся техника. Она остается, правильно же? Все остается, да? Всегда, всегда остается техника. Посудомоечная машинка. Если, конечно, не было говорено, что-то другое. В холодильник все остается. Дом еще даже пахнет немножко, как новый, да? То есть… Еще раз. Какого он года? Шестнадцатого. Ага. Ну да. Какой-то еще есть. Какой-то здесь никто не живет, то есть нет запахов… Да-да-да, посторонних, так сказать. Да, кухни или еще что-то, конечно, не готовят. Вот, значит, это кухня и столовая, видите, здесь нет прихожей, как в другом доме. Да, да, чуть подальше. Чуть подальше. И гостиная. Достаточно большого размера гостиная, для такого небольшого достаточно домика, да? То есть 2100 квадратных фит, и все очень грамотно распланировано. Так, вот такой у них клинзер большой. Вот такой вот диван большой. Естественно… Да, мебель, естественно, это хозяйственная мебель. Дом – это не от застройщика, это вторичка. Естественно, дом, он непрофессионально мебелировал. Мебелирован. Вот, так что, как бы, в хозяйстве какие-то персональные вещи не обращайте внимания. Давайте просто смотреть. Ну, все очень даже хорошо и приятно. Так что давайте смотреть персональные вещи дальше, куда надо идти. Да, давайте пройдем проще, наверное, с хозяйской спальни. Она находится в конце, видите, как бы, такой свой уголок, изолирован от остальной части дома. Да, спаленка вот тут у них, и мастер басрум. Так, вот, проходим, смотрим. Что тут у нас есть? В общем-то, одежда. Шкаф для одежды. У них два шкафа. А, так, для женщины, для мужчины. Угу. Потом, значит, отдельно туалет. Киса. Киса там? Киса. Киса там. Здравствуйте. Кис-кис-кис-кис-кис. Если он на черном, я ее за черными брюками не закрой. Ну, ты не закрой ванну. Что ты закрой? И закрой. Все, теперь не найди. Киса, да. Ну, и закрой. Так, в общем, что здесь у нас? В ванной нет. Здесь только душевая. Душевая. Большая такая душевая. Да, туалет закрывается, что хорошо. Две раковины, как это положено в мастер ванной комнате. Маска. Хозяйская комната. А, да, по-русски это будет хозяйская ванная комната. Да? Окей. Будем включить русские. Шкафчик для полотенок. Удобно. Удобно. Вот проходим. Так, а куда у них здесь вид? Вот обычно я смотрю, что в мастер-бедруме вид на бэк-ярд обычно. Да? Да. Ну, у них нет бассейна, да? У них просто такой бэк-ярд. Честно говоря, в этом комьюнити два бассейна. Да, да, да. Когда есть комьюнити-пол, не всегда кто-то хочет иметь свой бассейн, потому что это, естественно, ежемесячные затраты. Затраты. Конечно, конечно. И если помба, фильтр полетел или еще что-то. Это постоянно. Это точно. Это развлечение для тех, у кого есть время и деньги. Это постирочная комната. Да, такая хорошая. Тут пылесос у них стоит. Отлично все. Так, дальше идемте. А давайте покажем бэк-ярд? Давайте покажем бэк-ярд. О, у соседей там интересное что-то происходит. Представляете, да, сосед им дал разрешение хозяина этого дома, чтобы они там порыли немножко. А, то есть надо спрашивать? Естественно, у соседей спрашивают, да. Можно ли у вас порыться рядышком с вами? Да, естественно, потому что задела его участок земли, но при завершении они это все восстановят. Они хотят бассейн делать все-таки, вот я смотрю. Да, они делают бассейн. Честно говоря, вот Галина спрашивала меня по срокам, как скоро делается бассейн. Это может и неделю делается, может и месяц. Это в зависимости от того, какую компанию наймете. Да, бывает иногда сидят на корточках целыми днями. Да, да, да. А бывает очень быстро делается. А бывает быстро, да. Это нужно оговаривать естественно. Очень важный вещь. Бассейн такой, если построить, то это будет в районе, скорее всего, 30 тысяч. Да, да, да. Говорят, около 30 тысяч. Конечно, да. Но с вот этим вот скрином, да, все как положено. Ну, я имею в виду вот скрин, еще скрин. А, скорее всего, я не знаю, если я не буду делать скрин. Ну, это другая property, давайте ревнем. Да, да, да. Потом мы зациклились. Соседний доктор. Так, вот тут тоже, знаете ли, скрин идет. Да, здесь, видите, такая верандочка. Ой, осторожно. Такая верандочка. Здесь даже телевизор вот смотрят, сидят. То есть очень уютно. Она и закрытая, и вроде как бы на воздухе. Ага. Так, а мы проходим на backyard, который уже без скрина. Тут тоже можно посидеть вечерком. Конечно, днем жарко. Если у кого-то будет желание бассейн сделать, то здесь достаточно места для бассейна. То есть вот здесь они тоже могут сидеть. В общем-то, везде могут сидеть. А там, по-моему, у них что-то закрытое. Это, наверное, они барбекюш. Я думаю, это fire pit. Это, я честно говоря, не знаю русского слова. Fire pit, это где можно... Где жарят фондю. Нет, не фондю, а маршмеллоу. Маршмеллоу. Ну да, это... Ну, в общем, типа того. Я честно говоря, я некоторых слов просто не знаю. Место для гостей. Да, потому что я училась, училась как бы на риэлтор в Америке. И иногда мне сложно очень быстро найти подходящее слово. Особенно, если я говорю на камеру. Немного волнуюсь. Я вот, например, не училась на риэлтор в Америке. А слов не подберу никак. Да, за 7 лет слова русские ушли, а английские не выучились. Так что уж простите, иногда бывает. Так, закрываем. Значит, дальше мы пройдем. Здесь у нас осталось еще 3 спальни посмотреть. Так вот, какой столик интересный. Это из Айланга, скорее всего, да? Да, из чистого дерева, из... Да, это сруб. Этого массивного, да. Угу. Прикольно. Очень красиво. Но это они с собой точно заберут, я уверена. Вы знаете, всегда можно, в принципе, если вам что-то нравится, какая-то мебель, всегда можно даже предложить купить. Да. Если только она им там как-то не дорого. Да, да. Значит, здесь у нас получается 2 спальни рядом друг с другом. Как-то такие гостевые или детские, да? Детские, гостевые. Угу. Так, это в Таране, для мальчика, для девочки. Чисто так поспать. Ну, здесь тоже есть, получается, гардеробные обязательно, да? Угу. И так нестандартно с такими дверьми. Ну, обычно какие-то другие дверки, да? Двери очень, да. Двери очень, да. Какие-то новые. Я тоже как-то обратила на них внимание. Угу. А, и там шкафчик. Ага. Обычно рисунок дверей идет как-то сверху вниз. А здесь, ну, очень-очень красиво смотрится. Я смотрю. Это что-то новое, видимо. Это что-то новое, мне нравится. И дверь. Эти две спальни, они делят одну ванную комнату. Угу. Тоже две ракулины хотя бы, и это уже хорошо. Да. Достаточно большая для гостевой. Да. И тут уже просто ванная. Угу. Понятно. А это шкафчики, да? Так, здесь у нас кондиционер. Где хранится? Да. Здесь центральное кондиционирование, как и везде, в принципе, во Флориде. Также и обогревается дом тоже с кондиционером. Да. Это такая система. Здесь и air cooling, и охлаждение, и нагревание. Просто шкафчик. Да. Обязательно. Здесь шкафчики. Дальше. Пройдем. А, вот это вот, мы сюда не заходили, это вот и всякие принадлежности, да, кухонные хранители? Это шкафчик для... Принадлежности. Для макарон. Так сказать. Кладовочка. Да. Русский кладов. Пентри. Угу. А по их? Пентри, да. Ладненько. Здесь у нас гараж, две машины. А, я думала. Что здесь, что здесь? Как всегда мастерская. Ага. Так. Вот тут вот и клетка для собаки, чего только нет, велосипеды. Вот видите, живую, что хранится у людей. Подвешена у них каяк, лодка. Ага. Здесь находится очень большое озеро. Ну, хорошее озеро. Не очень большое, не размером с Байкал, конечно, но называется Hickory Nut. И это достаточно большое озеро, и они ездят на каяках. У кого-то есть лодки свои, есть дома, которые выходят Backyard. Или можно арендовать, например. Да, причалы. Вот они просто катаются на каяках, особенно вечерами. Он говорит, что очень хорошо смотреть фейерверки Диснея вот у нас с этого озера. А, прикольно. Потому что Дисней вот реально находится отсюда в двух милях. То есть это Magic Kingdom, вот этот парк. И поэтому... То есть очень перспективное вообще положение у дома. Очень перспективное. Я вам хочу сказать, что когда вся инфраструктура застроится, здесь уже хороший потенциал, да, то есть уже хороший госпиталь, как я говорила, школы отличные. Здесь буквально можно пешком дойти, находится один из самых знаменитых гольф-курсов, в принципе, во Флориде или может быть даже National White. Да, он называется Orange County Golf Course. Здесь проходят международные турниры. Он очень-очень-очень известный, он огромный. Там не 18 лунок, я, честно говоря, не помню сколько. Но там, по-моему, 36 лунок. Там, по-моему, как и два курса. И это вот буквально все здесь. Все желудочка. Если вы заметили, когда вы подъезжали к дому по дороге, когда вы съехали с шоссе, очень много строительства. Поэтому цены еще как бы держатся вот на этом уровне. Поверьте мне, случится как в Lake Nona, да? Все строилось, строилось, строилось. Цены были хорошего уровня. И когда вся инфраструктура закончилась, строительство, построили больницы, офисы, магазины. И цены сразу два-три раза выросли. Это будет то же самое здесь. Понятно, хорошо. Давайте пройдем. У нас еще здесь есть такая комнатка. Они ее используют как офис. Но это спальня. Это была спальня, но они сделали из нее офис. В принципе, вы же можете сделать, что хотите. Вот он такой, да, старый меломан. А можно ли здесь шортер использовать? Нет. В этом комьюнити нельзя на короткую аренду сдавать только на долгосрочную, от шести месяцев и больше. На один год даже шесть месяцев нельзя? Бывает, что можно, да? По закону семь месяцев. Да, 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 да. Ага. Но это дороже будет. Да, да, да. Это будет дороже, но в основном хозяева хотят сдать на один год, чтобы не пересдавать снова и постоянно менять аренду. Да, да, да. А так, а здесь у нас что? Там я не заглядывала. Кукуха. А тоже? Да. О, вот это удобно. Около прихожей. Редкая вещь, слушайте. Около прихожей есть такая гардеробная. И, в общем, еще один гостевой санузел получается. Тоже с ванной комнатой. Можно ли этот дом купить в кредит? Конечно, можно. Естественно. В кредит купить можно все что угодно. Вы знаете, я даже просмотрела, сделала такую домашнюю работу. Если вы берете этот дом в кредит, и кредит можно взять под различные процент первоначального взноса. Правильно, да? То есть это будет зависеть от вас. Если у вас налички сейчас есть побольше, значит, вы можете вложить первоначальный взнос 20%. Если вы сделаете взнос 20%, то ваша ежемесячная выплата, кредиты и погашение цены интереса, плюс интерес, у вас будет 1330 на этот дом в месяц. Да. Если у вас не так много налички, и вы хотите сэкономить и не выкладывать сразу все на стол, и сделаете 10% первоначальный взнос, вы будете платить 1490. Какие-то недорого. Хорошая, мне кажется. Что вы можете снять за эту цену? Да, ничего. А здесь вы будете... В общем, это будет ваш дом, вы будете платить там полторы тысячи за то, что вы взяли кредит, погашать кредит и интерес, да, и вы будете платить 1500. Но, естественно, не забывайте, что налог и страховка... Это плюсом еще будет. Да. Эчуе не включается потом перерасчет. Ну, естественно. Да, да, да. Но эти суммы, я называю, это именно ежемесячная выплата кредита, это погашение цены и интереса. А, кстати, мы знаем, какой здесь налог. Да, сейчас скажу, я последнее слово. Если вы внесете всего 5% первоначальный взнос, что отлично. Да, вообще нормально. Сейчас 5% как бы это, ну, совершенно нормально. Это дает, естественно, там в зависимости от вашего кредит скоро и так далее. А вы будете платить 1582. 1582. Сколько такой дом стоит, если его сдать в аренду? Он будет стоить около 2200, 2300. Почувствуете разницу? Да, да, да. Все-таки купить, конечно, наверное, не будет. Да, да, да. На самом деле это я так приблизительно сказала, потому что опять-таки школы, может быть, даже 2400 это будет или выше. То есть я не посмотрела. Дом новый, конечно. Из-за школы район очень котируется. И люди готовы просто сюда переехать, снять, купить. Значит, что вы... По налогам. У меня спросили по налогам. Да, в год. Здесь 4200. 4200 налоги в год. 4200 в год налоги. ЭЧУЕЙ. 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 ЭТА обслуживание сколько в месяц? Да, это ЖКХ. По нашему. Территория это 224 доллара в месяц. Это за счет того, чтобы два бассейна есть. Да, естественно. Они содержат комьюнити, ну, бассейны. Стригут газу. Да, тоже их. Ну, не ваш. Наш надо будет. Они стригут, да. Они стригут. Да, они стригут. Вы стрижутся, сколько дворик. Свой. Перед домом это все стрижет. Понятно. Ну, и электричество, вода, естественно, тоже отдельно. Но такой дом где-то от 300 долларов, да, будет. Может, поменьше, да? Нет, я думаю, долларов 200 будет. Электричество. Электричество. И вода где-то, не знаю, 80-80. 50-80. Ну, это смотря, если кто-то моется, бывает, там, час. С бассейном, конечно же, больше, правильно же? Да, с бассейном будет чуть-чуть побольше электричества и вода. Вот. Ну, что еще? Так, еще раз. Сколько стоит этот дом? Он стоит 395 тысяч. Естественно, все торгуемо. Это цена, которая сейчас стоит на рынке. Для того, чтобы знать, за сколько вы хотите этот дом купить, тогда нужно проводить детальный анализ рынка и смотреть похожие дома, за сколько они продавались в этом районе и предлагать свою желаемую сумму. Очень хорошая цена, вот что я скажу. Очень хорошая. Меньше 400 тысяч. Это, я считаю, что очень хорошо за такой домик. Все новое, вот мне что? Все есть. Сердцу близко. Есть четыре спальни. Пусть они небольшие. Гостиная. Хорошая гостиная. Достаточно большая. Да, то есть они как-то очень хорошо распланировали на этих 2165 квадратных фуд. Да, они очень хорошо распланировали. Ну, ничего лишнего. Да, ничего лишнего. Но не чувствуется, что он маленький. Сколько еще раз здесь площадь под кондиционером? 2165. Это приблизительно 200 квадратных метров. Нормально, нормально. Хорошо. Сначала скажите, если я знала. А можно ли купить такой дом человеку, который приехал сюда в статусе туриста? Просто он пока турист. Хочет купить и купить в кредит. Спрашиваете? А, уже спросили? Как бы спрашивала. Я думала, ты заходила за кадром. Я прошу прощения. Да. Естественно, турист может купить за наличку. Это естественно. И, конечно, есть такие программы, которые называются Foreign National. Эта программа предназначена для граждан других стран. Для России дают, для Украины, Белоруссии. Не знаю, для Китая сейчас дают или не дают. Ну, в общем, для граждан любых других стран. Что для этого требуется? Приблизительный процент будет 7-8 процентов. Кредит. Да. Подороже уже. Уже будет 3. То есть, если на этот дом процентная ставка 3 процента. Вот, кстати, я прошу прощения, я прыгаю. Я рассчитала, вот это все рассчитала, если процентная ставка 3 процента, что сейчас есть в данный момент. Это хорошо, хорошо. Сейчас 2,75 есть, поэтому, да. Упали. 2,65. Хорошо. Мы сейчас дом перефинансируем за 2,65. То есть, я даже взяла так 3 процента, но это среднее статистическое. Для иностранцев дают под 7-8 процентов. Естественно, запрашивают документы с работы, заработную плату, проверяют аккаунт, банковские счета. Ну, в общем, да. То есть, действительно, идет проверка тем, кто дает кредитной организации, теми, кто дает кредит. Но down payment, это первоначальный взнос, сейчас 40 процентов. Вот так, имейте в виду. После этой пандемии. Да. То есть, раньше это можно было и 25 процентов, тогда процентная ставка бы росла, потом 30 можно было, 35, но сейчас не меньше 40. То есть, практически половину надо отнести. Буквально это за последний месяц. Да. Ну, все может поменяться, как бы, да. Ну, может поменяться, естественно, у них все эти правила постоянно меняются. Ну, и так же на 30 лет, да? Максимально. Можно и на 30, да. Можно и на 30, можно и на 15. То есть, получается, что 40 процентов вы должны привести налички сейчас для иностранцев, и 60 процентов вы можете взять под кредит. Да. Отлично. А давайте покажем этот дом еще и снаружи. Давайте посмотрим снаружи. Как он выглядит. Внутри все показали, нам все понравилось. А, везде, я не заметила, везде плитка, да? Да, плитка. Но вот здесь карпет во всех спальнях получается, да? Да, ковер, ковровое покрытие, ковролин, да, в спальнях и плиточка уложена, уложена вся остальная зона. Все, понятно. Ладно, выходим. Вы знаете, для Флориды это даже очень неплохо. Да. Потому что жарко. Что, пойдем? Ага. Давайте с этой стороны посмотрим. Собачка с хозяином. Собачкин. Ладно, мы проходим. Так, здесь копалки идут, да? Естественно, да. Я снова уже объяснила, это все будет исправлено соседом. Видите, он сейчас как раз... Вот он описал, да? Что у него тут будет бассейн скоро. А теперь нет, это всегда будет перед домами обязательно. Правильно. Так, значит, мы... Ну, не будем туда проходить, там все понятно. Давайте покажем с другой стороны домик, в принципе. Вот еще раз мы его покажем, как он выглядит с фронтальной стороны. Такой аккуратненький, гараж на две машины. Беженький. Да. Ну, так вот он у нас выглядит сбоку. И тут стоят два мусорных бака. А почему два? Здесь рассортировывают они мусор? Да, это скорее всего мусор или ресайкл. Ага. Да-да-да. Ну, у нас, кстати, знают, что такое ресайкл. А? А у меня несколько. Сколько у тебя? Тоже два? А-а-а. А я не знаю, у меня нет баков. В общем, здесь, смотрите, у них получается огорожен бакьярд вот таким вот заборчиком небольшим, да? Угу. То есть это, интересно, обязательные условия или это, если ты хочешь ставить, да? Нет, это по желанию, конечно. По желанию они огорожат. Ну, так, например, у них собака, да, им лучше оградить. Дом. Объезд, пакьяр, да. Ну да. В этом доме, конечно, сидишь как... Ну да. На холме, на ветре, да. Видите, там нет забора. Хотя я бы, честно говоря, вот в тот дом его точно поставила. Даже знаете, может быть не забор, а, например, кустиками, да, красиво так отгородиться. Живая изгородь, да. Может быть, на их месте. Ну да, возможно. Ну или забор. Вообще, когда есть очи, скорее всего забор будет проще, чем... Потому что, когда есть очи, любая посадка, которая... Любое дерево, любой пустик, вам должны дать разрешение. А, да. И это может быть, например, патокарпус разрешат, а бамбук не разрешат. Да, ничего себе. То есть, мне кажется, проще просто поставить забор. А вы знаете, что поставить забор тоже надо спросить очи? Нет, нет. Я вот тут посмотрела, что нет. У них есть определенный стандарт. Они говорят, можно поставить, например, здесь они, скорее всего, разрешили бы поставить там белый глухой забор, да. Они очень красивые есть. Там, где сзади, как бы, не видно с улицы. Такой прозрачный. Ставят решет. Потому что, если обратить внимание, у этих нет, например, соседей заборов вообще, да? Просто скрин, например, да? Да, скрин. Там немножко, да. Комьюнити достаточно большое. Оно расположено на, сколько там, 1400, по-моему, акров. Акров. Квадратных акров, да. Но достаточно большое. Большое достаточно комьюнити, очень много домов. Вот оно только что закончилось строительство. Здесь можно найти дом и поновее, и побольше. Вот. Но я считаю, что этот дом очень хорош как соотношение цена и качество. Да. Очень даже. Здесь как раз находится Клабхаус в этом комьюнити в Отерли, где мы только что просмотрели дом. Клабхаус, к сожалению, закрыт из-за... Карантина. Из-за карантина. Мы сможем его обойти вокруг, потому что у него очень-очень красивый бассейн. Вся эта зона очень красивая. В Клабхаусе есть фитнес. Но мы его вам не покажем. Да, мы его не покажем. Здесь волейбольная площадка. Вид на озеро красивое. Как раз вот есть Hickorynate Lake. Это достаточно большое озеро. И смотрите, там даже есть навесы для лодок. Рампы такие, видите, как раз. Угу. Смотри, кто-то катается там уже. Здесь пирс даже. Пойдемте. А это что такое, вот эти вот сооружения? Это просто, наверное, как турники? Смотрите, да, это турники. Представляете? Можете заниматься, пожалуйста. Угу. Отлично. Все для спортсменов. Вот какая красота. Сейчас бы на лодочке. Пожалуйста. Очень красивый вид. Опять-таки, вот буквально за тем лесом салюты. Парков лесные. Можете смотреть. Народ просто на лодках вечерами выезжает. Кто на каяхах, кто на лодках. И наслаждаются видами. Покушинки. Есть ли здесь крокодилы? Кланикаторы вообще везде должны быть. И будут. Да, я уверена, что есть. Поэтому плавать лучше не нужно. Угу. Да, здесь как бы плавать, я думаю, запрещено. А вот рыбачить, думаю, что можно. Всегда, в принципе, это пишется, что можно делать, что нельзя. Вот кувшинка, да, расцвела. Красиво. Вот она. Красота. Отлично. Чистое озеро. Как-то в другом видео кто-то прокомментировал, что очень мало людей. Естественно, сейчас еще не все бизнесы открыты. Угу. Жара. Мы обычно снимаем видео. Сколько сейчас? Два часа дня, да? Угу. Вот. Вечерами улицы забиты. Угу. Джетские. Джетские, да. Вечерами вообще обычно люди выходят на пробежки, на прогулки. С детьми. На озеро с детьми, да. На велосипедах катаются. В рестораны. А днем сидят по домам в конниционерах. Давайте тогда посмотрим быстренько. Все такое красиво постриженное. Территория большая. И платится Ичуэй. Да, Ичуэй. Здесь, конечно, для дома не маленькие, но... По крайней мере, вы видите, за что вы платите. Да, да. Но хочу сказать, что в однобедронных апартаментах мы платим 317 Ичуэй. Просто, чтобы вы имели в виду. То есть, в доме даже в этом получается дешевле. Я считаю, что это не такой большой Чуэй. Это очень, как бы, достаточно приемлемая цена. И, естественно, сюда включены все вот эти Аменитис, да, бассейны, площадки. Здесь несколько детских площадок. Да. О, как красиво. Вот такая зона с песочком есть. Да, как пляж. Зона отдыха имеется. Сейчас мы по песочку пойдемся. Так как в связи с карантином мы внутрь зайти не можем, но вот сейчас вот так вот вам через заборчик покажем, что здесь у нас есть. Сейчас уже начнется фаза, начнут открывать. Я думаю, что с понедельника уже откроются. Тренажерные залы открыли, знаем точно. Открыли рестораны. Просто 50% наполненности. Многие бассейны открыли тоже просто в комьюнии. Да. У нас тоже не открыли. Все бассейны. А у нас закрыт еще в нашем комьюнити. Это, мне кажется, вы выбор самого комьюнити. Рисковать не искать. Я не знаю, кто-то за нас, видимо, выберет. Потому что мы хотим уже загорать. Пойти покупаться. Приезжайте ко мне. Ага. Ой, красота. Многие дома стоят с выходом на озеро и у них есть даже свои пирсы. Видите? А вы знаете, что мы заметили? Что дома со стороны озера, они с черепичной крышей. А соседние дома с другой стороны дороги, они шингл крыша. Попроще. Интересно. Вот черепица, а вот шингл. Обратите внимание. Ну, цены на дома, конечно, тоже будут разные. Естественно. Лейквью сразу прибавляет по 50 тысяч где-нибудь. Какие 50 тысяч? Здоровее? Я думаю, что... Сейчас не видно домики. Я думаю, что тот дом будет стоить около 600, скорее всего. Я не знаю, какая там квадратура, да? Спас ног, да. Спас ног, да. Точно, правда. Точно, да. Не-не, они... Ну, тоже они, может быть, там побольше будут. 4 тысяч квадратных метров. Да, мы заметили, они больше, чем то, что мы смотрели, конечно же, раза в два. Ну, симпатичные домики. Смотря кому что нужно, знаете, у кого какая большая семья. И бюджет. И бюджет. И бюджет. Заключительное слово. Я хотела со всеми попрощаться. Мы посмотрели дом, который вы можете себе позволить купить до 400 тысяч долларов. Если у вас будут какие-то другие пожелания, другие критерии, другая ценовая категория, может быть, вы тонхаусы хотите посмотреть, подписчики, пожалуйста, обращайтесь, и мы для вас это устроим. Да, и пишите ваши вопросы, какие у вас есть. Пишите ваши вопросы. Естественно, может быть, вопросы по кредитованию. То есть, мы всегда рады ответить на любой ваш вопрос. До встречи. Всем пока. Вот строится новая школа. Да, вот школа. А вот здесь люди живут. Таунхаус. Целый пункт. Тоже вид на озеро. Такое маленькое озерцо. В принципе, здесь озер. Очень много у нас в Орландо. Орландо. В особенности. Орландо. Орландо. Весье. Субтитры подогнал «Симон»